Привет, народ! Это я, FlexInfinity. Новая серия Титанов. Погнали! Хер одет. Дед с подвохом оказался. А, она его спасла, да-да-да. Мы же помним, сетап был. Сетап был приготовлен, когда она овеня воскресила. Тупая, блядь. Туп... Ну, это, кстати, шаблонная хуйня сценарная, поэтому вдвойне хуйня. Печел. Только не злитесь! Но, если ты сделаешь движение, я получу правильный. Готово. Моя дочь была здесь. Это была льда? Она здесь? Моя дочь жива? Я хочу видеть ее. А именно, такой стиль популяризировал недавно сериал Мистер Робот, поэтому других ассоциаций я найти не могу. Наебочка. Наебочка. Классик наебочка. Опа! Она и так может сделать хуя. Неплохо. Неплохо. Умер дед. Как обычно. Не знаю, на самом деле. Дед какой-то странный был. Как вся эта серия, в принципе. Я даже не знаю, что сказать на эту встречу мамы с дочкой, но она получилась такой вроде драматической, но... Особых эмоций не вызвало. То есть каких-то жестких. Не знаю. Так он же веган. Она из доктора загрыз. Покушал? Вкусно? Как говорится, веган до первого аппетитного мяса. Вот. Все верно. Фига он разбирается. Тупо мужик. И ты даже не гаич, так и ты видишь, это какая-то фигня просто металлическая. И он всех насилует тупо. И вот это вот, вы хотите сказать, не убивает, да? Там просто я видел, какой-то шоураннер писал, что Ди Грейса не убивают, он просто их сильно ранит. А, ну да, все ранены. Действительно. Хотя он в реале бы такой удар убил, но мы не в реале. Поэтому... Окей. Она что, взорвала психушку? Нормально ей. А то, что там ль... Мне нравится Робин. Как он одним говорит, давайте уже без смерти, а потом такой... Убей тут всех. Но хотя они злые гады, но... Но... Чё, он сжёг костюм Робина, всё? А, да. Всё, до слёз. Робина больше нет. Странная какая-то серия, если честно. В общем, я посмотрел новую серию Титанов. На самом деле, после предыдущей, которая была отлично поставлена, это просто сложно к просмотру. Очень сложно. Вся в каких-то тёмных тонах, блин. Цветокор ужасный просто. Вот мне не нравятся всегда вот такие тёмные тона, супер тёмные, чтоб вообще нихера не было видно, типа так мрак нагоняем. Ну а так, конечно, дебилизма тут много было, то есть... И, главное, дебилизм начинался не от момента, когда Рэйчел решила пойти туда в психушку, хотя ей сказали, что там может быть ловушка. Ну ладно, это всё-таки подростковые эмоции, это... По психологии это всё логично, то есть это супер логично, хотя многие могут посчитать, что это было уже нелогично. Гар просто втюрился в Рэйчел, поэтому пошёл с ней, чтобы произвести на неё впечатление. Но то, как ворвались Кори и Робин, это, конечно, верх гениальности. Надо было, блядь, короче... Не знаю. Ну ладно, это-то неважно, их, короче, всё равно схватили, они говорили, это ловушка. В итоге все и так поняли, что это ловушка. И это оказалась ловушка, да, действительно. Действительно, кто бы мог подумать. Вот. И, значит, что дальше? Потом начинается психо-психоделика с этими ребятами. И тут сценарий... Что-то с ним происходит непонятно, он как будто улетел, вот так вот. Просто начинается какая-то каша, понимаете, из событий. Всех что-то накачивают. В Коре прооперируют. И потом чудесным образом они просто все выбираются из этой психушки. И всё. То есть там дико мучили, какой-то препарат в него вкололи, у него глюны были. И потом он встаёт и один разбирается с десятью копами. Не знаю. Не знаю. Просто серия, она как бы ни о чём, по сути. Но они забрали мамку. А мамка к чему? Чем она поможет? Батю найдёт? 47 минут на то, чтобы мамку забрать. Не знаю. Что ещё? Ноль продвижения по сюжету, при этом персик как-то не меняется, даже хуже становится. То есть... Тот же с Робином непонятно. То есть он... То говорит, давайте не будем перегибать палку, не будем убивать. К тому же Джейсону Тодды говорил. А потом сам пускается во все тяжкие. Там писали, что он типа посмотрел в отражение, увидел Робина. И типа смирился с тем, что он Робин жестокий. Но потом он сжигает костюм Робина. То есть он уничтожает своё прошлое. То есть он не смирился, он не хочет им быть. Но при этом он взрывает эту психушку. Всё равно заставляет взорвать. Хотя за ним уже по сути... За ними этот доктор уже охотиться не сможет. Чё её взрывать? Ради эффекта пущего? Непонятно. Непонятно. Очень странная, короче. Очень странная серия. Я не знаю, что ей поставить. Но по режиссурке она смотрелась очень сложно. Куча несвязанных сцен. Куча... Ну, не куча, но есть глупости. Вот, например, того, как они... Ну, выбрались они супер легко. То есть в это, ну, невозможно поверить ни каким-то гениальным образом. Или что-то ещё. То есть, по сути, серия не нужна. Как таковая. Гар ещё людей жрать начал. Но там, понятно, там объяснили, что он... Из-за как раз сыворотки. Может, и этот дебил начал всех мудохать из-за сыворотки. Хотя... Хэзэ. Хотя хэзэ, ребят. Ну, ладно. Просто по сценарию серия-то ни о чём, по сути. Только вот мамку забрали. И зачем будет нужна мамка, узнаем только в следующих сериях. Но... Такое себе такое. Короче, я ставлю либо 6, либо 7 из 10. Потом подумаю. Ну, это одна из самых слабых серий, как по мне. Что-то вообще... Смотрелось, ну... Уныленько как-то. Уныленько. Очень уныленько. Но лимпак-то было... Вот. Надеюсь, больше таких серий не будет. Ладно. С вами был Black's Infinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ставьте комментарии. Пока.